Приветствую вас и процесс, который необходимо запустить для того, чтобы вы изменились, а измениться, как вы, наверное, уже прочитали, вполне можно. Процесс, чтобы запустить, необходимо действовать в нескольких направлениях. Первое направление – это, собственно говоря, проработка детско-родительских отношений, проработка поведения отца, мамы, осознание того, почему поступали так ваши родители, почему папа злоупотреблял алкоголем и так далее. То есть все вот это вам нужно проработать. Второе направление – это, как вы, наверное, понимаете, неуверенность в себе. Неуверенность в себе, она откладывается из нескольких моментов. Первый момент – это опознание себя в обществе. То есть опознание своих социальных ролей. Понимание ваших достоинств, ваших недостатков, принятие себя такой, какая вы есть и любить себя. Если с поведением, с алгоритмом поведения есть проблемы, то вдобавку к поставлению своих плюсов и минусов, еще идет ориендация на идеальное поведение. То есть обычно дети, они принимают первичный образ поведения. В вашем случае первичный образ поведения была мамой, конечно же, и в силу ряда причин этот образ был негативным. Почему? Потому что ваш папа злоупотреблялся этическим превосходством. И вы, все-таки, переняв поведение вашей мамы, теперь оказываетесь, по сути, на ее пути, набудив неуверенности и невозможность на себя постоять. Соответственно, необходим поиск нового идеала, другого, который соответствовал бы вашим симпатиям, вашим ценностям моральным, и вы бы начали этому идеалу исследовать. Именно исследование идеалу на определенном этапе поможет вам, по крайней мере, адаптироваться в поведенческом плане, в социуме, с людьми. А со временем вы почувствуете, что переросли этот идеал, потому что какие-то отдельные его элементы вы выполнять больше не захотите. Это будет означать, что вы вышли из схемы поведения, которую взяли, и теперь уже самостоятельно способны формировать свое поведение. Но это рост, это адаптация, и это процесс. На этом этапе вам могут, может быть, потребуется помощь, может быть, потребуется поддержка и так далее. Что касается вашего личного развития, то тут необходимо исходить из ваших интересов личных, ставить перед собой цели, грамотно разбивать их на задачи, и с помощью организованной деятельности, то есть деятельности достаточно организованные для того, чтобы добиться своих целей и задач, обрежать постепенно в себе уверенность. И вместе с тем, понимать, что вы достойны, что вы успешны, что вы можете быть успешны, что вы можете чего-то достичь и так далее. Вот этот момент очень важен. Вот именно в таких направлениях вам нужно двигаться. Это только лично направление. Каждая из них требует своей определенной работы, конкретной, с вами. И если вы заходите, то все это можно сделать. Вы осознаете, что вам мешает удобственная неуверенность, вам мешает плач, а плач – это жалость к себе, жалость к себе – это, соответственно, недостаточно количества любви, которые вам дали родители. И вы это понимаете. И вы понимаете, что вам это мешает. И именно потому, что вы понимаете, что вы хотите меняться. Если человек хочет меняться, то мы можем подсказать средство направления, ориентиры для этого. И если желание есть, то можете быть уверены в том, что возможно абсолютно все при наличии этого самого желтона. Ну, это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.